27 января исполняется 80 лет со дня освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Кольцо блокады замкнулось 8 сентября 1941 года. Блокада длилась 872 дня. Одними из первых пришли на помощь ленинградцам ульяновцы. Документы, фотографии, воспоминания из фондов Государственного архива новейшей истории области как нельзя лучше отражают вклад ульяновцев, которые участвовали в освобождении города-героя. Они представлены на выставке «Мы с тобой Ленинград» во дворце книги. Ее дополняет книжная выставка «Навечно в памяти народной непокоренной Ленинград», где представлена литература из фондов областной научной библиотеки, в том числе и за период войны. Это книги о защитниках блокадного Ленинграда. Это как о героях, так и документальная литература о проведении военной операции. Это художественная литература на тему блокадного Ленинграда. Это, конечно же, рисунки художника блокадного Ленинграда, которые иллюстрируют выставку. И даже рисунки детей блокадного Ленинграда, как дети видели ситуацию эту страшную. В Госархиве новейшей истории сохранилось немало воспоминаний о врачах, самоотверженно оказывавшим медицинскую помощь, пострадавшим в очагах поражений от бомбежек и раненым в боях. Они представлены на выставке. Много теплых слов написано в адрес главного врача блокадного эвакуационного пункта Анны Спириной. Рядом с ней, плечом к плечу, трудился ее отец Никифор Спирин, уроженец села Теренга Сенгелеевского уезда Симбирской губернии. Так получилось, что перед войной он переехал к дочерям в Ленинград. Нужно сказать, что он мог свободно эвакуироваться, так как на тот момент ему было уже 66 лет. Но он принял решение не покидать своих девчонок, так как на 180 человек персонала он был единственным мужчиной. И на его плечи легло все обеспечение этого эвак-пункта. После того, как в 1942 году в госпиталь попала бомба, ему пришлось самому ремонтировать два этажа. Этому он и обучил медсестер. Они, в свою очередь, обучили его медицинскому делу. Сообщение со страной город поддерживал по воздуху и по Ладожскому озеру. Зимняя дорога по нему стала для ленинградцев подлинной дорогой жизни. Идея сооружения этого пути принадлежала нашему земляку, начальнику штаба Ленинградского фронта, генерал-полковнику Дмитрию Николаевичу Гусеву. За разработку и проведение в жизнь плана операции по прорыву блокады Ленинграда ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Ленинград беспощадно разрушался. В связи с этим в Ульяновск эвакуировали Ленинградский приборостроительный завод. Он влился в состав еще недостроенного ульяновского завода номер 280 «Утес». Дав мощный толчок его развитию. В фондах архива сохранились воспоминания Комсорга, завода номер 280, который как раз и рассказывает о том, как проходил рабочий день совершенно юных молодых работников приборостроительного завода. Работали по 12 часов в день, не отходя от станков, оставались после смены, никогда не отказывались от дополнительных задач. Иногда засыпали на рабочем месте, не уходили даже домой, сил просто не было. Посетители выставки смогут прочувствовать атмосферу тех ужасных дней, познакомившись с воспоминаниями блокадников, которые, будучи детьми, выжили благодаря эвакуации. На момент блокады в городе оставалось 400 тысяч детей. Часть этих детей, 500 человек, была эвакуирована в тыловой Ульяновск. В фондах Госархива новейшей истории хранится реферат учащихся педагогического училища за 1985 год о детях блокадного Ленинграда. На тот момент им удалось записать воспоминания Валентины Васильевой о том, как шла эвакуация детей. Как вспоминали очевидцы, у каждого, кто видел этих детей, сжималось сердце от боли и гнева. Истощенные, вялые, с глазами стариков, морщинистой серой кожей, руки опущены. Некоторых несли на носилках, иных поддерживали. В Ульяновске детей блокадного Ленинграда поселили в детских домах. Часть детей временно разместили в семьях ульяновцев. Сейчас мы находимся около дома, который ульяновцам известен как музей-дом Языковых. Но в 1943 году здесь, после ремонта, был открыт детский дом номер 10, специально предназначенный для маленьких ленинградцев, эвакуированных в Ульяновск. И дом стал именоваться Ленинградским. Среди экспонатов выставки «Непокоренный Ленинград» в музее «Конспиративная квартира РСДРП» представлен комплекс предметов из фондов Краеведческого музея, когда-то принадлежавших детям, эвакуированным из блокадного Ленинграда в Ульяновск. Это ботиночки, игрушки и зажим пионерского галстука. Есть и экспонаты, выполненные руками ленинградских детей. Это прикроватный настенный коврик Иван Царевича Жар-Птица, а также наволочка на маленькую подушку-домку, вышитая воспитанница детского дома в 40-е годы. На фотографиях военного времени мы видим юных ленинградцев и их воспитателей в детском доме номер 10. В числе эвакуированных из Ленинграда в Меликеский район нашей области была и Валентина Михайловна Леонтьева, которая впоследствии стала прославленной телеведущей диктором Центрального телевидения Народной артистской СССР. Валентина Михайловна Леонтьева родилась в Ленинграде в 1923 году. В 1941 году ей было 18 лет. Ее воспоминания о блокаде Ленинграда потрясают. Я ходила за хлебом в 3 часа ночи с 6 этажа по трупам, потому что все вытаскивали трупы на лестнице, силы не было. А я, девчонка, была очень трусливая, и я со свечки ходила. А потом свечки кончились, и я наступала на головы, на животы. И уже мне не было страшно. Мы все были приторможены, иначе бы сошли с ума. Каждый день Валентина Михайловна в 3 часа ночи занимала очередь за хлебом и приносила домой кусочек весом в 375 граммов на троих. Маму, сестру и себя. Так они выживали. В апреле 1942 года, когда открыли дорогу жизни, семья Леонтьевых по последнему льду покинула блокадный Ленинград. Как вспоминала Валентина Михайловна, была сильная бомбежка. Из 24 машин 12 ушли под воду. Валентина Михайловна писала. Я, мама и сестра Люся спаслись. Люсин сыночек, которого она родила в начале войны, умер в дороге. Сестре даже не дали его похоронить. Она закопала тело малыша в ближайшем сугробе. Как позже рассказывала Валентина Михайловна, они выбрали Ульяновский край по совету Жени Симуковой, домоработницы писателя Тихонова, соседа Леонтьевых, у которой родственники жили в совхозе имени Крупской Меликесского района. Она и предложила поехать туда. Так ульяновская земля стала для них домом. А имя Валентины Михайловны Леонтьевой навсегда вписано в историю нашего края. Ирина Антонова, Сергей Кудаков, Уллправда ТВ.